Венера Постепенно станция приобретала Свой окончательный вид Автоматическая станция должна была обеспечить Доставку спускаемого аппарата к Венере Проведение научных измерений на трассе полета И в атмосфере планеты И передать всю информацию на Землю Станция Венера-4 состояла из орбитального отсека С корректирующей двигательной установкой И спускаемого аппарата В орбитальном отсеке Для точной ориентации в пространстве Размещена система ориентации и стабилизации С пневматическими исполнительными органами Корректирующая двигательная установка КДУ С топливными баками и системой управления Сложный приемно-передающий радиотехнический комплекс С остронаправленной параболической И малонаправленными антеннами Системы энергопитания и терморегулирования На орбитальном отсеке была установлена научная аппаратура Для проведения исследований во время длительного межпланетного перелета И в верхних слоях атмосферы Венеры Спускаемый аппарат предназначался для проведения научных исследований В условиях снижения в атмосфере Венеры И для передачи информации на Землю С этой целью в спускаемом аппарате Была установлена научная аппаратура Неоднократно отрабатывался процесс раскрытия панелей солнечных батарей Радиоантенн и штанги магнитометра Для проверки функционирования станции В том числе и системы терморегулирования В условиях близких космическим Проводились испытания в специально построенной термобарокамере В этой камере установлены излучатель Имитирующий солнечный тепловой поток на трассе перелета И холодные экраны с температурой минус 200 градусов Цельсия Имитирующие поглощение теплового излучения станции Космическим пространством Первым этапом самостоятельного существования спускаемого аппарата Является его отделение от орбитального отсека Отстрел спускаемого аппарата Был тщательно отработан на заводских испытаниях Большое внимание было уделено экспериментальным отработкам Введения подвесных систем паршрутов Для оценки надежности ввода в действие основного парашюта И раскрытия антенн радиовысотомера Были проведены сбросы с самолета специальных макетов спускаемого аппарата Для определения плавучести спускаемого аппарата Проводились гидродинамические испытания Конструкция спускаемого аппарата Должна была обеспечить необходимую герметичность И работоспособность аппаратуры При давлении до 10 атмосфер И температуре до 400 градусов Цельсия На технической позиции Проведена комплексная проверка Функционирования всех систем Результаты рассмотрения телеметрических записей Позволили сделать вывод о готовности станции К заключительным операциям И задерживает отдачу тепла в пространство Предохраняя станцию как от перегрева Так и от переохлаждения По окончании подготовительных работ Была проведена стыковка автоматической межпланетной станции С последней ступенью ракеты-носителя И вот надвигает обтекатель Который будет сброшен в полете По выходе ракеты из земной атмосферы Расположенная на установщике Ракета-носитель С автоматической межпланетной станции Венера-4 Транспортируется тепловозом На старт С автоматической межпланетной станции На старте с помощью установщика Ракету-носитель переводят в вертикальное положение Штрела установщика опускается И к ракете подводится ферма обслуживания Началась предстартовая подготовка Ракеты-носителя К курску И вот пришло время старта Передаем сообщение В соответствии с программой Исследования космического пространства И планет Солнечной системы 12 июня 1967 года В 5 часов 40 минут московского времени В Советском Союзе Осуществлен запуск космической ракеты С автоматической межпланетной станции Отделившись от последней ступени Ракеты-носителя И получив вторую космическую скорость Венера-4 вышла на гелиоцентрическую траекторию Раскрылись радиоантенны И панели солнечных батарей Станция в полете Но на Земле При приближении к Венере Станция начала испытывать Воздействие атмосферы Быстро растут перегрузки И температура В 7 часов 38 минут Автоматически произошло Отделение спускаемого аппарата Временно прекратилась радиосвязь с Землей Спускаемый аппарат проходил Наиболее сложную часть траектории Участок аэродинамического торможения После прохождения пика перегрузок И уменьшения скорости движения От второй космической До 300 метров в секунду По командам системы автоматики Произошло введение тормозного парашюта В 7 часов 39 минут После раскрытия основного парашюта Через специальную антенну Началась передача научной информации Из атмосферы Венеры Полностью выполнив программу полета И научных измерений В 9 часов 13 минут 57 секунд 18 октября 1967 года Автоматическая межпланетная станция Венера 4 завершена